так значит здесь у нас с тобой разбавитель для масляных красок кисточку там не моем не промакиваем только маканием берем жидкость для разжижения взяла жидкость взяла белильца сделала сметанный замес и мы наверное бирюзильцами вскроем все возьмешь бирюзовый деликатненько деликатненько наштриховать лежачий холсту кисти кисти не гигантское количество краски а вот просто вот то что наштриховывается вот такое количество даже не такое как я на соседнем формате только что проговорил чтобы было что придавить не такое просто припачкать весь холстик весь холстик припачкать веществом в том числе здесь так и у нас здесь поднимается штуковинка все давай на тряпочку тряпочку сделаешь такой фигушкой возьмешь белильца краснильца желтильца и вот этот рыжий цвет угонишь сюда к нему подмешается вот эта зеленца и они между собой станут едины силу того что подмешалось одно к другому и создашь вот таким крупным штрихом тряпки создашь переднее пятно дальше ты все тише и все разбеленнее и даже все более розово уже не красно и оранжево а розово и разбеленно придешь вдаль и она у тебя станет бледно выгодная холодного цвета становится если рыжий он горит то розовость разбеленная она создает эффект далее у тебя выше середины даль усадишь ее потом прибавив к этому цвету синюшечку ты сделаешь вдали идею гор дальнего плана а здесь у тебя будет лежачая плоскость моря ты возьмешь потом на пальчик этот синенький и деликатно создашь идею силуэтов то ли гор то ли холмов хорошо вот так вот мутату поскольку ты это сделаешь ты начнешь поиск рисунка девоньку сначала вот такими вырезалочка вот такими вырезалочками начнешь добывать начнешь добывать и укладывать тенистым цветом тела то есть есть цвет тела на свету который желтит есть цвет тела который тени он розовит начнешь искать искать уточнять вот эти ножки ручки мастихином помогать светлостями сначала так а потом уже и и наполняя краской например будешь брать белила вот таких укладывать и раздавливать раздавленная краска выглядит сиятельно согласны с вами раздавленная краска сиятельно все это поправимо уточняем поправимо уточняем а в тени этот же белый будет синить и сиреневить и вот эта синюшечка которую я сейчас добавил в белила когда ее положу ты согласишься что это цвет тени у белого солнечный день правда прикольно давай так светлости и ты не видишь рисунка и там есть свет и тень она несмотря на то что она светла все-таки имеет теневое проявление хоть какое-то с одной стороны она краснит сиреневит тенью с другой стороны она светла бела плюс вот этот укладка тонкого слоя белил и раздавливание дадут тебе настроение белого ну и головочка как бы все-таки наиважнейший элемент плюс коричневизна в красноте ну хоть намек на головочку по страсти все-таки перед собой держать потому что ты должна видеть раздавленная белильная историка звучит сиятельно эту белильную историку можно отодвигать по необходимости подъем подъем тоже можно обчикивать фигурку. Я взял светлый из-под теневой спины и отделил. Есть еще важный аргумент для любого предмета на плоскости. Это падающая тень. Там она почти не выражена, а мы ее немножко выразим. Тогда фигура сразу приземлится. Приземлилась, да? То есть даже если она там не выражена, лучше чуть-чуть обозначить. Свет из-под ноги, свет на ноге. Можно, если что, помогать вот так. Мелкими прибавками и даже тоненькой кустью начать уточнять все. Головка в первую очередь это свет-тень, а не черты лица. свет несколько желтит. Тень на теле несколько разобит. светлой воды. Светлая воды. Метрая воды. Метрая воды. А для тебя достаточно красиво. Тень на теле. Поехала. часть головы в тени часть на свету и смотри получился как бы трафарет да слово трафарет понятно трафаретность это когда только две тональности освещенные и не освещен носите него вот мы создали как если бы мы яблоко рисовали они голову мы вначале создали свет в тени то есть пересчитали пятна исходя из ситуации со светами теней опять же очень важная история из-под теневой свет из под волос тоже из под теневой волос тоже хочет появиться свет дальнего плана для того чтобы показать идею фигуры в пространстве из-за затылочной тоже свет стремится для того чтобы показать идею фигуры в пространстве ручка с чуть-чуть сининочкой а в основном с красниночкой то же самое с ножичкой только меньше сининочки вторая ручка давайте ты видишь да что как только мы сталкиваемся со сложным рисунком фигура в пространстве да еще и такая мелкая это сразу сложности мы сразу полностью беспомощь поэтому когда выбираем тему для рисования стараемся выбирать ее исходя из своих возможностей и даже способных способностей иначе нас ждет расстройство и больше ничего а живопись в общем-то могла бы быть не для расстройств а для для удовольствия для удовольствия как праздник творчества я никогда не рисовала лифт людей вот людей ты так и не порисовала потому что то что мы сейчас рисуем к разбору полетов рисуем людей очень мало относится то есть это куколка в детской картиночке единственное что ей можно придать вот если бы ты мне сразу сказала что я бы хотела порисовать человека осмыслить идею нарисования человека я конечно от этой картинки бы тебя отговорил бы обязательно вот но поскольку просто высказала внятное желание рисовать это я не стал я думал что вот такая фигура будет легче чем портрет а вот смотри еще одна проблема произошла мы съемки мы потеряли тональность которую изначально должны были положить мы ее совсем потеряли да потеряли тональность и силуэт девочки просто вообще не видим мы его пытаемся увидеть а ресурс краски уже не позволяет ресурс белого на белом не позволяет ну или светлого на светлого поэтому я сейчас возвращаю хоть какое то тональное звучание картине поскольку там ничего толком не нарисовано я это все пока убираю оставляю только призрак силуэта так быстро в общем и Чтобы в цвете немножко обогатеть небо, возьмем разбил розового и чуть-чуть вот эту бледнятину облаков наберем. Так, чуть-чуть марево-розовых облачков сделаем, чтобы они чуть вторили движению, вот этому движению фигурки. Видишь, тряпка облака набрасывает 6 сек, причем с разными проявлениями рисунка. То есть такое балованное касание формата. Вдоль линии горизонта посадим облака более различимые. Так, сразу же закончим и смотрим, чтобы потом не обрисовывать морем девушку. В таких жарких местах, как этот песок и море обычно такого цвета бирюзового. Согласны? А за ним слегка синят-розовят. Так. Так, злышно что-то было так. udo то добавляем и, получится храму оcoin и absorbed. У касания к воде там вероятно тоже песочные барханчики и они создают вдоль линии воды рыженький мотив есть такое, да? ну такое бывает, видимо ну и снова возвращаемся к девочке с ее откровенно белым пятном платье с ее ножками с ее ручками слишком черный глаз и там у фигурки движение головы другое вот ты нарисовала его по этой траектории а там траектория вот такая лицо смотрит вот по этой траектории на мой взгляд на мой взгляд там это красиво я поэтому оставила то, что вроде бы получилось так и слишком черные глаза не торопись рисовать сначала дай их слегка красноватенькими губочки слегка красноватенькими свет тень внятно потом усилить уже плюс коричневый плюс коричневый губки так не надо плюс коричневый ну все скажи 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 какое-то платье и я как и все и не как не не Давай в этом направлении двигаться. Перебор. А то у нас чувство опасности за нее появляется, зачем зрителя пытать опасностью. Она как из кратера какого-то опасного. Здесь песок вот в этом направлении движется. То есть чуть-чуть угол изменился у песка. Непринципиальное, не опасное проявление. Разбил розового внутри. И вдоль кромки. Змейка всегда выгодна. Эффект уползания. Игорь, скажите, как нам поступить? У меня уже сейчас машина приехала. Мне может быть оставить еще в следующей среде? Если хочешь, давай. В среду хочешь. В воскресенье. Я думаю, что ты много там прикольных моментов уже повидал. Пусть усваиваются. Да, конечно, конечно. Сегодня, да. Ну, эту закончим. Следующую начнем. В следующий раз. Хорошо. Значит, на среду можно, да? Да, да, да. Я с девушкой финансовый вопрос решу. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, тогда как? Я прямо оставляю? Да, да, да. Ну, всего доброго. Спасибо вам большое. Счастливенько. До свидания всем. Спасибо. Спасибо. Да, да, да. Спасибо. 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 Плоскость для ее бега создадим, чтобы ей было куда мчаться. До свидания. Ага, счастливо. До свидания. Так, и за нее все снова делаем. Так, сейчас еще немножечко вот здесь идею освещенных макушек. То есть смотри, вот каждый палец имеет освещенную макушку, да, сейчас? Угу. Каждый палец имеет освещенную макушку. Вот так каждый барханчик этот заслоняет друг друга, имеет освещенную макушку. И именно этим они и разделены между собой. Вот этими освещенными макушками. Макушками. И. Экпиевっちゃ сахар. Заветливая тепленькая терапия. Сахар. И. Гор hal. Тепленькая терапия. Уже смотрят все. Сейчас тряпочку. Смотри, я убираю густоту краски для того, чтобы удобно класть нужный цвет и нужную тональность. На густоту краски очень трудно класть еще, если речь идет о тонких проявлениях рисунка. Опять же, сначала даю теневой рисунок, теневой, мало краски, причем теневой. Опять попытаюсь увидеть сначала выцарапанностью, чтобы не было сочетку. Теперь я убираю теневой рисунок, такой вот сочетку. Она пометила теневой рисунок, этим дизельно осталась дekунаем вviolе. Сначала выцарапанную штуку. Вот в это выцарапанное состояние легко положить нужную меру нужного цвета. Свет несколько желтит. На кисточку беру, я ее даже заостряю сознательно, вернее делаю лопаточкой. Беру на лопаточку удобную меру вещества. То есть это не ком-краски у меня, а удобная. Но опять же, как косметология прямо действует. И тогда оно очень благополучно сбрасывается с кисти. Мера вещества на холсте такая малая, что удобно моделируется. Я думаю, теперь, когда ты уже сталкивалась с задачей, ты уже видишь, что мне явно удобно. Вот я кладу туда, а мне удобно. Пустой кистью, смотри, беру и совершаю штрих по цилиндру. Штрих по цилиндру, создавая закругленные. Шеечка краснит. Из-за того, что она освещена солнцем, она немножко ягодного цвета. Ягодного. То есть она немножко как будто прозрачная ягодка здесь. У нее и розоватости, и даже желтоватости. Тенистый каркас тоже. В малое это количество краски тоже хорошо войдет. Ничего не напортит. То есть своей малой густотой, в малую густоту, никто не готов здесь напортить. Красниночку вместо коричневиночек стоит увидеть красниночку в телах. Красниночку, чуть-чуть оранжевиночку. Смотри, у нее лицо сделало ракурс, при котором лоб теперь больше, а черты лица скомкались к низу. Есть там такое, да? Облокачиваемся, например, в горах там. Ой, я не знаю, как они рисуют. Пусть вот захотелось. Выдохнились. Один раз прихожу, стоит рисунок. Выдохнились. Удохнились. Ах, иди костюм. Удохнились. Ах, иди костюм. Удохни плавных. Эта карточка и уйдохни лобок. По возможности попытаться сделать черты лица, не как шариковой ручкой в тетрадке, а как некое пятно. Знаешь, как бывает? Мы смотрим на кафель или еще на какие-то мраморные вещи и узнаем там лицо. Вот чтобы это лицо только узнавалось, а не было вычерчено. Потому что если ты будешь его вычерчивать, красивым оно точно не будет. А методом тыка попасть гоняя краску то туда, то обратно можно при таком маленьком не очень различимом освещении, чтобы она скорее нечаянно произошла, чем чаянно. понимаешь, меняется. Вот ты заметила, что настроение меняется. Вот за этим и надо погнаться. И когда ты наконец-то с чем-то симпатичным в глазах столкнулась, оставила, в носике столкнулась, оставила, и в итоге у тебя произошло. Симпатичный. Симпатичный. Ну давай в таком ключе. Симпатичный. 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 Дерево любит штрих Уже так это дерево а так это кругленькость цилиндриков такой приятной цилиндричности. Попытка волосы рисовать вот такими червячками неудачная. Волосы локонно надо рисовать. Локонно. Более крупной кистью. Тогда они становятся... Такие чистенькие, жирненькие. Симпатичный. Да. Сейчас. Должен быть с пустым следует. Я показала, что еще два. Пустым. Да. Да. А эти стопы, наши пустые. Мы тоже пациентами. Волосы. Дерево. Или это в месте. А, улучшать. Или, ну, там рисунки. Вот смотрите, я помню. Утож 순대. О, это, чтобы поднять... Главное. И, как раз, он на мони pin. Утож. Мастер. Перемолим. Мастер. Утож. Мастер. Класс. Мастер. Ты видишь, как я теневую достаю, теневая недолюбливает густую краску, поэтому я ее достаю просто с бритием краску, прозрачненько легло, именно от раздавленности краску тоже прозрачненько ой, какой красивый, это кто такой красивый лошадка? Моя, это что, чье лошадка? Моя, это чье лошадка? Моя, потрясающе, так талантлива, но поднялась А когда? Спасибо. 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 Алилёшечка. Привет, девочка. Да? Это в девятую минуту. Угу. Угу. Я тебе потом сейчас просто саду и тебе позвоню, думаю, что у тебя нормально? Потом, чтобы не было все-таки идеи ствола, чуть-чуть вот такое по своей кистью и она круглится, правда? Вместо тоненьких достаточно обширные укладки. Толкаем краску то туда, то оттуда. Поскольку у нас здесь было вещество, мы его клали сознательно, толкнем вспять, толкнем туда, толкнем оттуда. Толкнем вещество. Окей. Итак. И Hundred. КОНЕЦ Обычно мы не можем себе простить теряние изображения. Смотри, вот я сейчас его срастил с окружающей средой. Хуже разве стало? Ведь оно там действительно срослось по тональности с окружающей средой. КОНЕЦ 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 КОНАЦ КОНЕЦ святость В Alliance Если я буду в Москве, то сразу будет продолжить. Рецепт. Рецепт.